Всем привет! На канале смартфон UA обзор игровой клавиатуры A4 Tech B865 Bloody. Этот бренд уже давно предлагает игрокам механические клавиатуры с оптическими переключателями. И вот одна из таких клавиатур у меня на тесте. Я делюсь личным опытом пользования, рассказываю о характеристиках и возможностях этого устройства. Кому интересно, смотрите дальше. Начинаю с упаковки. Дизайн коробки в стиле Bloody. Внутри также можно найти руководство пользователя, захват для снятия колпачков и набор дополнительных кейкапов для игровых клавиш в цвет остального набора клавиш на клавиатуре, то есть черные, а не голубые. Ну а теперь непосредственно корпус. Он среднего размера. Дизайн не скромный. Черный пластик комбинируется с серым металлом и голубыми дизайнерскими вставками. Наперед скажу, что и подсветка здесь голубая и даже крылья по бокам от клавиатуры также подсвечиваются голубым. Подставка под запястье уже на корпусе и это удобно. Габариты 460 и 190 на 35 миллиметров. С тыльной стороны резиновые ножки, чтобы клавиатура не ездила по столу, а также увеличивающие высоту ножки, что удобно для многих, включая меня. Вот эта вот красная насадка прорезинена, так что это еще одна дополнительная защита того, что клавиатура не будет ерзать по ровной поверхности. Но это не единственный красный элемент в этом образе, потому что порт USB также оформили в красном и плюс у него логотип Блади. При сложенных ножках верхний ряд кнопок находится на высоте приблизительно 35 миллиметров. Когда ножки раскрыты, высота поднимается до уровня 50 миллиметров. Длина USB кабеля около полутора метров, немножко больше. Он подключается с тыльной стороны, примерно по центру корпуса. Перехожу к кнопкам. Во-первых, это ансфероскладка. Тут однорядный Enter и полноразмерный левый Shift. Украинский язык присутствует. Отдельных мультимедийных клавиш на этой клаве нету. Их совместили с функциональными. Что касается расположения, то оно почти стандартное. За исключением разве что блока Print Screen, который поменялся местами с индикаторами. Но для некоторых, я думаю, это будет даже не новость, потому что многие начинали с клавиатур, у которых именно такое расположение. Подсветка регулируется по интенсивности. Это делается через функциональную кнопку и клавиши вверх-вниз. Режим подсветки также переключается через функциональную клавишу и F12. Один нюанс. Латиница и крильца размещены на кнопках в один ряд. Если много набираете текста, а слепого набора не знаете, тогда может сливаться. А вот шрифт, которым нанесли обозначение, мне понравился. Теперь о переключателях. В клавиатуре B865 используются оптические переключатели LK Light Strike с откликом до 0,2 мс. Клавиатура может комплектоваться двумя типами переключателей. Линейным LK Red и тактильными LK Blue. У меня на тесте первый вариант с красными. Они отличаются более легким ходом и равномерным, без продавливания и клика в момент нажатия. Как по мне, такой себе более семейный вариант, когда вы ночью в процессе игры или работы не мешаете. Вернее, мешаете, но не сильно остальным. Полный ход переключателей сравнительно небольшой, 3 мм. Срабатывание фиксируется приблизительно на высоте 2 мм. Важное по характеристикам рассказал теперь об опыте эксплуатации. Скажу сразу, клавиатура хороша и для набора текста и для игр. Подставка под запястье, дополнительный комфорт. Внутри платы производитель заявляет о том, что есть влагозащитное нанопокрытие. Плюс на корпусе есть специальные канавки для отвода влаги. Так что, если разлили что-нибудь, сильно беспокоиться не нужно. Но все же советую беречь и ценить это устройство. Потому что цена, хоть и не самая большая среди конкурентов и подобных устройств, но не низкая. Актуальную цену на момент просмотра ролика смотрите по ссылке в описании к этому видео. К ходу срабатывания кнопок, их расположению, их размеру я привык быстро. Время отклика и срабатывания очень комфортное для игроков. Они точно ценят, я гарантирую. В играх клавиатура ощущается быстрой и отзывчивой, даже в очень динамичных шутерах. Даже для быстрой печати линейные переключатели оказались хорошими за счет легкого нажатия и сравнительно небольшой глубины нажатия. В плане громкости оптические переключатели LK оказываются почти бесшумными. Звук получаем только при стуке колпачка по базе. Что касается количества одновременных фиксируемых нажатий, то данная клавиатура поддерживает NK Rollover. 100% N клавишное нажатие. Каждое нажатие регистрируется независимо от того, сколько клавиш нажали или удерживаете одновременно. Это касается Shift, Ctrl и Alt. Так как это игровая периферия, игровая клавиатура, то конечно же здесь есть подсветка. А дополнительные игровые фишки вы можете настроить в программе K-Dominator 2, которая скачивается с официального сайта Bloody. С ее помощью можно записывать макросы и переназначать клавиши. Что, подвожу итог. Bloody B865 шикарная игровая клавиатура. Не очень дорогая, но очень красивая и с интересным вариантом подсветки. Голубой, но с крыльями по бокам. Ее оптические переключатели хорошо себя показали и в повседневной работе, и в играх. Что главное. Клавиатура быстрая и отзывчивая, это должно понравиться. Еще больше удовольствия получите, если купите в пару к этой клавиатуре мышку Bloody W60. Обзор этого устройства уже скоро выйдет у меня на канале. Советую подписаться, если не подписанный на канал, чтобы его не пропустить. В паре два этих игровых девайса точно помогут вам победить. Существенных минусов для этого ценника у Bloody B865 я не нашел. Если у вас остались вопросы по этой клавиатуре, задавайте в комментариях, попробую ответить. Ну а с вами был Андрей, портал смартфон UA. Всем пока!